НЛО вновь спасает человечество? На этот раз о защите со стороны представителей внеземных цивилизаций заговорили жители Севастополя. Напомним, на прошлой неделе над южным городом взорвался метеорит. Это событие зафиксировали все камеры наружного видеонаблюдения. Однако некоторые детали происшествия остались за кадром. Новые подробности в нашем следующем репортаже. Я возвращался с другом с тренировки, и поворачиваю голову и смотрю, в небе каких-то два светящихся шара летят. Севастополец Филипп Сергеев даже успел заснять загадочные объекты. Вот эта видеозапись. Два огненных шара появились над крышами высоток и некоторое время висели в воздухе, а потом стали смещаться в сторону Севастопольского водохранилища. Я очень сильно был потрясен, увидев такое, потому что изначально мне не приходилось видеть неопознанные летающие объекты. Филипп не единственный очевидец, наблюдавший НЛО. Загадочные объекты видели сотни горожан. Виктор Андреев возвращался со своей девушкой с прогулки, когда заметил в небе нечто, напоминавшее огненные шары. Испугались очень сильно, да, она переживала, ну, долго еще очень. Ну, было страшно, да. Подумали, что или инопланетяние, или что-то такое. И вот что удивительно, неопознанные объекты появились буквально на следующий день после падения метеорита. Об этом событии сообщали все ведущие российские СМИ. Около 4 часов утра ночное небо над Севастополем озарила яркая вспышка, которая всерьез напугала людей. По словам астрофизиков, это был болид из метеорного потока Леониды. Падение метеорита и появление НЛО не случайность, уверены севастопольцы. Многие горожане считают, инопланетяне патрулировали небо над городом на случай, если астероидная угроза еще не миновала. Возможно, именно они предотвратили падение болида на город. Эта версия вполне правдоподобна, считает известный уфолог Антон Анфалов. Дело в том, что теоретически, конечно, вариант возможен с перехватом естественных космических тел, представителями какой-то церкви, Последствия падения самого известного Тунгусского метеорита могли быть катастрофическими для нашей планеты, если бы не инопланетное вмешательство, считает Антон Анфалов. На месте падения были найдены осколки неизвестного объекта. Анализ фрагментов показал – они внеземного происхождения. Там по тайге разбросана куча обломков – ферцелицит, альфа-кварц с орнаментом. То есть явно техногены природы. Я сам лично видел, трогал, смотрел документы с химическим анализом, техобломкал. Да что углубляться в дебри истории, говорит уфолог. Достаточно вспомнить февральские события в Челябинской области. 15 февраля в небе над Уральской столицей взорвался метеорит. Ударная волна повредила почти 3000 зданий и пострадали около 2000 человек. Но все могло закончиться еще хуже, если бы не НЛО, считают многие уфологи. На этой любительской записи отчетливо видно, как некий объект таранит несущийся к Земле болид. После чего метеорит разлетается на осколки. Это видео подтверждает, что у нашей планеты есть небесные покровители, говорят уфологи. А вот до каких пор инопланетяне будут спасать человечество и с какой целью они оберегают Землю, пока остается загадкой. Алексей Кнор, Гульнара Раянова, ТВ3.